Добрый день, уважаемые друзья, зрители, подписчики нашего канала. Прекрасный, чудный, совершенно апрельский день. Мы у салона BMW. Зачем мы здесь с эликсирующим сегодня? Сейчас начался сезон, наши кейсы увеличиваются, но мы не забываем и о старых делах. Мы пришли рассказать вам сегодня о нашей квартире, которую мы покупали для клиентов. Не о нашей, конечно, квартире, а квартире наших клиентов, которую мы приобретали прошлым летом. И обещали вам показать после окончания ремонта, как она будет выглядеть. Вы знаете о том, что не все сложилось гладко, ремонт подзатянулся вследствие всем известных причин, но тем не менее один мастер сменил другого, довел ремонт до конца, довел его успешно, мы считаем. И вот сегодня настало время. После небольшого зимнего затишья мы возобновили свою достаточно успешную, я считаю, работу. За минувших два месяца мы купили три квартиры. Да, совершенно верно, Алексей, они подсказывают, что только две квартиры мы купили за именно за эту неделю. Вот буквально позавчера, три дня назад. Заходим. Проходим замечательным коридором. Посмотрите, детей нет, можно снимать, Алексей Ильич. Ну что, как вода думаешь сейчас? Рисуется картина Флорида, Майами. Как во всех гансерских фильмах Мартила Скорсезе. Шезлонги стоят, никого больше нет. Алексей Ильич, Владимир Ильич, моя супруга Надежда, Лидочка обязательно. Ну как, Лида, привет. А, то есть не две мексиканские шлухи, три нет? Нет. Так, друзья, а я не помню, мы столько квартир купили, что я уже не помню. Друзья, ну все тоже бахом, оно не изменилось за эти там 8-9 месяцев. Надо напомнить, почему у меня здесь вот это все. Почему? Икея. Нет, родина предков, некое такое обозначение. Я же ведь... Вепс. Вепс. Кляру. Замажем хозяев. Замажем хозяев. Привет. Дон Владимир. Дон Евгений. Очень приятно, очень приятно. Ух ты, запахи приятные сразу, что бросается именно в нос. Слушай, ну мне уже нравится все. Прямо в коридоре, вот прям даже здесь на коврике собачка должна спать большая. Три-два раз. Друзья, итак, мы в квартире. Мне уже все нравится, прям в прихожей, Алексей Ильич. Вот прямо в прихожей мне нравится все. Вот это вот мебель узкая, так сказать, наверняка под обувь используется. Шкафчик для ключей, для обуви опять же. Вешалка приятная. Вообще все, мне нравится все. Как украшена вот эта, так сказать, поверхность. Да? Зеркало, шкаф. Ну, а какая должна быть еще прихожая? На мой взгляд, на пятерку. Даем твердую пятерку. Это хозяйский сьют. Ну, мы не будем проходить мимо санузла. Начнем прямо именно с него. То есть дверь закрывается, мы ручечками показываем. Заходи. Все. Люди отключились. Пара ушла к себе. День закончился. Дверцу закрыли. Шкафчик, какие-то принадлежности. Хозяйский санузел. Что мне очень нравится. Ограничитель стоит. Мудро. Ибо как все-таки черная фурнитура. Полотенцесушитель, полочка, смеситель, ершик для унитаза, бумагодержатель. В конечном итоге. Ведро даже подобрано соответствующие, так сказать, с черными элементами. Вешалка для полотенцев. Розетка с выключателями. Освещение. Нынче модное, популярное. Все сделано, соответственно, как бы с временем времени, я считаю. Анекдотичная история произошла здесь или в другом санузле? Здесь. Именно здесь. Мастер-фломастер поставил стекло в душевой кабине, на который нанесено антикальциевое покрытие. Специально для того, чтобы кальций не скрапливался. Он поставил его внутренней стороной, наружу. Друзья, шикарный хозяйский санузел. Ну что тут еще скажешь? Я поставлю 6 из 5. Хозяйская спальня. Я так понимаю, что шкафы пока не тронуты. Они только остались здесь. Ну, они будут перекрашиваться, так нам сказали владельцы этой шикарной квартиры. Двуспальная кровать. Все тот же самый вид из окна мистера Родригон. Но я считаю, что это далеко не самая шумная, так сказать, дорога. Круглосуточно и без праздников работающих до половины десятого вот этой черте. Без выходных. Без праздников. Хлеба всегда можно купить. Шикарная спальня. Есть у нас какие-то ящики. Да, есть ящики. По два с каждой стороны. Слева-справа. Прикроватные тумбочки. Опять же, черная фурнитура. Люстра. Наверняка постельные принадлежности, полотенца, белье. Покидаем хозяйский сьют. Сразу же за хозяйским сьютом у нас детская комната старшей дочери. Заходим. Что здесь, Алексей, видоизменилось? Напомни, пожалуйста. Кабинет был следующим, по-моему. То есть здесь так оно, в общем-то, и было все. За исключением каких-то лишних шкафов там, да. Шкаф остался прежний от прежних хозяев. Икея. Икея? Икея. Икея. Спальня для старшей дочери. Вот такое вот зеркало, где ребенок самовыражается. Вот специально для моей супруги я хотел ей показать, как ребенок выражается. Вот здесь, в данном случае. Вообще, Надюш, тебе должно понравиться. Рабочий стол. Вид из окна. Шикарный вид, никогда отсюда никуда не денется. Он будет здесь навечно, навсегда. Ну, я же сказал, что он пока остался, тоже, наверное, будет перекрашиваться. Прекрасная, шикарная детская комната. Что надо еще ребенку? Наверное, больше ничего. Общественный санузел, не хозяйский, в котором мы были, вон там еще светик у нас горит, то есть вот сьют мы так закрываем. Все. Общая зона после прихожей, детская комната. Общий санузел. Друзья, столешницу хозяева решили оставить. Это их решение. Конечно, общий санузел очень приятный. Естественно, при включении света включается вентиляция. Алексей включает. Здесь обычный хромированный с полотенцесушитель. Опять же, с поверхностью антикальциевой. Прекрасный общественный санузел. Корзина для белья, корзина для бумаги, полотенце. Все-таки веселое, позитивное. Вообще, квартира, она была позитивной и до этого, а сейчас она достала вдвойне. Комната младшего ребенка. Шкаф оставлен прижний, как я понимаю. Здесь был кабинет хозяина. Он был изрядно прокурен, как ты помнишь, не без этого. Сейчас шкафы с полки с материалами дел, которыми занимался хозяин, убраны. Вот такой вот комодик для вещей. Тут что-то секретное закрыто. Не будем трогать. Но мы заглянем. Что это такое? Мистера Родриго, да, все тот же вид, все та же улица. Вот такая комната. Напомню, что у хозяев двое детей. Две девочки-дочки. Мы находимся сейчас в гостиной. И центром притяжения, конечно, безусловно, ну, 77,9 лжи. Наденька, душа моя, ты понимаешь, что я хочу? Только не знаю, зачем. Гостиная оказалась вследствие захламленности некоторыми прижними хозяевами, конечно, поменьше. Я же так сейчас слабо помню, что где было, но сейчас я не могу сказать, что это какая-то маленькая гостиная. Почему вообще могло нам прийти в голову мысль о том, что гостиная маленькая? Почему квартира тебе показалась маленькой? Она уютная. И очень. И очень. Нет никаких лишних коридоров, заворотов, поворотов каких-то. Зачем они? Для чего? Я считаю, что это очень удачное решение. Обеденный стол для всей семьи на 4 персоны, диван превращается в спальное место. Трансформируемый механизм, двуспальный диван, двуспальная кровать получается. Надо заметить обязательно тот факт, подметить, что хозяева сами занимались планированием и дизайном ремонта. В том числе покупалось все не только в офлайн-магазинах Валенсии, типа Икея, Конфорама, там что-то еще, может быть, да. Но и закалывалось в интернете. Прежде всего, Амазон и Алиэкспресс. Какие-то вещи, которые здесь не купить. Вот так просто в магазине. Какие-то мелочи. Дизайн интерьера, например. Я думаю, что какие-то украшения в том числе. Даже те же самые часы. Здесь я таких не видел. Не знаю. Икея? Плохо смотрел. Плохо смотрел. Не видел. Тарелочки. Тарелочки? Нет, вот эти на стене. Вот я и думаю, что вот эти декоративные. Люстры. Вот я и вижу, что я здесь такого не видел. Жена бы не пропустила. Наверняка бы. Алиэкспресс. Все та же черная фурнитура, которая мне так нравится. И мои любимые декоративные деревянные панели, которые меня уносят в 70-е годы в ГДР. Их так сильно приятно. Да, да, да. Они так сильно приятные. Я вот... Воспоминание детства. Где-то вот немецкое хорошее кафе. Обязательно на каком-то втором этаже. С видом на маленький прудик, в котором плавают лебеди. Небольшой городишко. Папа служит где-то там. Да, мы с мамой. Вот. Только там подсветка была, конечно, такая, когда еще не ледовская, понятное дело. Но вот эти панельки, они переграживают какие-то помещения, столики, отсеки в этом как-то кафе. Практически плохучая ива. Вот в фильме использован интерьер, которого не существовало ни в каком кабаке. Шикарный план, шеф. Мне очень нравится. Я поклонник вот таких вещей. Я вообще большой поклонник этой квартиры. Друзья, ну, понятно, что наши люди в булочную на таксине ездят. И из шикарной гостиной мы попадаем в мое любимое помещение. Потому что я занимаюсь кулинарией на досуге. Очень люблю готовить. Кухня для меня очень важное место в квартире. Оцените, насколько это важное и серьезное место именно в этой квартире. Я бы здесь жил. Готовил, ел, спал. Вот, мою посуду, скучнейшее занятие. Можно смотреть вот на колокольные церквушки. И это не какой-то кабак. Это терраса собственная. Ну, как бы. Ну, вот, да. Пошли покушать. Там могут эти же люди есть. Вот отсюда пришло туда. Эти же люди могут есть. И вот с видом на вот это все. Газ у нас магистральный. Отопление во всей квартире не забываем. Мы как-то так обходим стороной с тем, что вот с регуляторами у нас в каждом помещении обязательно отопление. Все работает. Тепло зимой. Кто? Валечка. По-моему, это вот хозяйка настояла. Очень приятная. Приятное дело совсем новым, свежим, вкусно пахнущим. Смотри, какой ни ручечек, ничего. Открывается вот отсюда. Раз. Открыл. Скажи, все на микролистах. Тут у нас и печка. Духовка. Тут у нас микроволновочка. Все программируется. Дайте, смотри, просто как-то прилип к этим стенам, да? Как бы класс, 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 класс. Разная текстура, но цвет примерно тот же, как бы. И это, конечно. Я представляю, каково было приятное занятие хозяевам, так сказать, ездить, хозяйке выбирать. Галерея. Здесь у нас стоит новый кондиционер, который обрабатывает все четыре помещения спальных, гостиную. Новая стиральная машина LG. Шкаф для всевозможных олимпиезных принадлежностей, порошки, ополаскивателя и так далее. Газовый котел на горячую воду, отопление. Куда же без нее? Старая добрая. И туда даже, и туда еще. Вот так раскладывается сушилка. Классное решение. Друзья, и, как вы помните, венец этой квартиры, это огромная терраса. Друзья, выведите сетку. Она существует. Легендарный вид. Ну, он легендарный сейчас. Он и был им. Он и на остался. Ну, посмотрите. Эта терраса, это же полквартиры какой-нибудь. Поставить не невероятных, я бы сказал, так сказать. Закрывающиеся накованные решетки. Я напомню, в первом видео мы уже показывали. Стол на шесть персон для того, чтобы вечером здесь славно посидеть с бокалом вина. Облокотиться, посмотреть вниз на тот же самый БМВ. На салон. Спуститься в штанах спортивных, в майке алкоголичке, купить БМВ трешку М по заряжению. Ну, почему нет? Мы ведь не случайно начали наше видео с этой легендарной композиции группы ABBA, которую я так люблю. В силу своих корней, родственных корней моих предков. И вообще люблю, обожаю эту группу на самом-то деле. Или просто люблю богатых людей. Потому что у них есть деньги, потому что у нас есть работа, потому что у них есть деньги. И слава богу! И слава богу! И чтоб так было всегда. Дай бог. Компонар. Старый, новый. Старый, новый. Ну, посмотрите, здесь можно гулять. Ходить зад-вперед. Сидеть, лежать на солнечной энергии. Искусственное освещение вечером включается. Бог ты мой! Друзья мои! Обрести такое счастье вы можете только с агентством недвижимости мира ГОЗИСЛ. Владимир Юрьевич, Алексей Юрьевич, Надежда Вадимовна. Верочка наша, дорогая золотая Верочка. Весь коллектив четыре человека. Тащит на себе всю эту адскую работу. По покупке хороших квартир в Валенсии. Инвестиционных квартир для собственного проживания. Обращайтесь, пожалуйста. Консультации, документооборот, советы какие-то. Покупки, продажи, аренда. Все к нам. Мы вышли в лидеры. Разве по мне не заметно, что мы вышли в лидеры? Алексей Юрьевич? Безусловно. Безусловно. Друзья мои, второй год нашей работы. Я надеюсь, что он будет еще более успешным. Хотя бы потому, как начался этот год для нас. Начался он очень успешным. Всех любим, целуем, обнимаем. Так уж подзатянули. Квартира шикарная. 10 из 10. Не докопаться ни до чего. Нет, нет даже никакого малейшего повода. Всех любим, целуем, обнимаем. На этом прощаемся. Уже до скорого видео о тех покупках, которые мы сделали за прошедшую неделю.